Уже несколько лет жители деревни Савинская борются за перемены в лучшую сторону. За это время у людей накопилось немало вопросов и претензий по поводу благоустройства и работы управляющей компании. На этой неделе глава района Борис Егоров лично встретился с жителями деревни, чтобы помочь в решении проблем. Дом 30, крылья четыре раза, крышу деньги отмыли и мы в таком состоянии остались. На встречу с главой района жители пришли не с пустыми руками. Документы и фотографии – это доказательства бездействия управляющих компаний, которые сменяются почти каждый год. Так дом номер пять в прямом смысле уже трещит по швам. Люди начали латать его своими силами, прибегая к помощи строительной пены. Но все это без толку. И когда дождик, вот по всей, по этой, по стене вот бежит вода. И все сырое, все угловые квартиры. А вот дом номер четыре. Его фундамент уже почти полностью скрылся под слоем земли. Нет фундамента. Ну сырость дома, в квартирах, грибок. Каждый день протираем, дети оба, мальчика аллергийные. Чтобы попасть в подвал, пришлось выкапывать яму, которая скоро будет в человеческий рост. И сколько бы люди не обращались в управляющую компанию, все приходится делать самим. О капитальном ремонте жители только мечтают. Балконы сыпятся, за капитальный ремонт берут. А делаем за свой счет. Никто ничего, только деньги давать. Со своими проблемами люди обратились к главе района. По распоряжению Бориса Егорова возле местного клуба прошла встреча жителей деревни, представителей администрации района и управляющей компании. На часть вопросов глава района мог ответить сразу. Например, о газификации котельной. До сих пор она работает на дорогом дизельном топливе. Борис Егоров заверил жителей, что уже в скором времени начнутся необходимые работы. Что касается газификации котельной, то в этом году мы ее газифицируем. Правильно жители говорили, потому что постоянно все откладывается. То у нас был декабрь, то у нас был март, теперь у нас сейчас июнь и июль. Но котельная реально уже на 80% на заводе готова. Мы ее в начале мая должны перевезти сюда и поставить уже на фундамент. Дальше уже будет обвязка членерной коммуникации. То есть к отопительному сезону следующему мы планируем ее перевезти на газ. А также глава района принял решение не закрывать библиотеку. Изначально ее хотели оборудовать под аптеку. Но жители настояли на поиске нового помещения. И это еще не все изменения, которые произойдут в этом году. То есть уже договорились, что мы будем здесь из бюджета добавлять деньги на парковочные места около четвертого дома. Выделим деньги на ограждение газгольдеров трех, которые есть в управляющей компании. Также найдем финансовые средства в этом году на пластиковые окна, на детский сад, на школу, на подъездную дорогу. И внутри тоже на школу. Следующий год запланируем уже на детский сад, потому что в этом году просто невозможно уже по финансовому составляющему. А вот работой Орехово-Зуевской районной объединенной управляющей компанией Борис Егоров остался недоволен, так как на нее поступило много жалоб от жителей деревни. Управляющая компания тоже, как и везде, грубит. Иногда, допустим, даже не следит за элементарными вещами, такие как отмозка, такие как просто буквально протечка, то есть они не реагируют. Теперь работа управляющей компании будет находиться на контроле у администрации Орехово-Зуевского района. Есть планы определенные, этот план будет доводиться до жителей. Вместе с жителями эти планы будут утверждаться, будет определяться порядок проведения тех или иных работ, их очередность. И, соответственно, мы вместе с жителями будем контролировать, как эти работы выполняются. То есть все, что связано по каждому конкретному многоквартирному дому. Ни один вопрос на встрече не был оставлен без внимания. Все они будут рассмотрены в индивидуальном порядке. И на каждый дан официальный ответ.